Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале Посылки из Китая. Сегодня у нас очередная распаковка, конкурс на 100 рублей, условия которого вы найдете внизу под видео. Ну и сразу хотел бы сказать, полезность этих товаров, ну, наверное, так себе, на пятерочку, на шестерочку, ну, все зависит от того, конкретно, кому это надо. Некоторые товары попросили меня люди через группу, через YouTube в комментариях заказать, протестить. Ну, естественно, заказывается не все, но частично из этой распаковки такие товары будут присутствовать. Так, первый товарчик, и здесь у нас вот такой мешочек. Так, мешок вроде бы должен быть водонепроницаемым, закладываете туда документы, смартфон, ну, наверное, предназначен в первую очередь, конечно, для смартфона. Заворачиваете это дело, все, застегиваете, и можно с ним якобы плавать. Ну, его водонепроницаемость мы обязательно протестим. Жож, собака! А сейчас переходим к следующей посылочке. Здесь у нас мягкие силиконовые вкладыши. Эта штуковина одевается на ногу, и чтоб не натирали косточки в обуви, ну, что-то вроде того. Заказывал такие вещи уже для мамы, жена увидела, говорит, ой, и мне такое закажи, пусть будет. Ну, заказал, пусть будет. Так, сразу мы избавляемся от мелких посылочек, а потом будем открывать ящички побольше. Так, здесь у нас несколько товаров. Нет? Да, несколько, действительно. И здесь у нас находятся пилочки для ногтей. Ну, или у кого, как они там называются. Давайте попробуем сразу со старта попилить. Ну, что-то пилит. Дверь запилит? Запилю. Давай запиливай. На самом деле что-то пилит, да. Стачивает ноготь очень-очень круто. Абразивность большая. То есть, эта пилка не для того, чтобы там где-то что-то вам сгладить. Здесь реально большой абразив. Сами пилочки малюсенькие. Вот, размером с палец мой указательный. Ну, в принципе, я думаю, неплохо за эти деньги. Что же в следующей посылке нас ждет? Что это? Что это? Пока непонятное. Пока что-то непонятное. А, все. Все, я вспомнил, я понял. Это маска для сна. Здесь имеется регулировка по длине. То есть, можно сделать на меньшую голову, можно на большую. Плюс ко всему, здесь сама резинка достаточно неплохо тянется. Поэтому можно даже на мутанта какого-нибудь одеть. Ну, вот так это дело одевается. Ну, сидит очень-очень плотно. Вот здесь только около пазух носовых я вижу небольшие просветы. Так, все остальное очень-очень хорошо закрывает. Нигде ничего не давит. Хотя я даже резинку, по сути, не регулировал. Ее можно ослабить, можно затужить. Может, подобрал конкретно свой размер. Ну, приятная маска на ощупь. Реально приятная. Запаха никакого нет. Здесь имеется мягенький такой поролончик. Ну, я думаю, жена будет довольна, потому что старая ее маска уже напрягает. Так, ну, давайте откроем вот эту посылочку. Эта посылка лежит у меня с 15-го числа 11-го месяца. Очень-очень давно у меня все не доходили руки ее открыть. Уже даже продавец несколько раз писал, говорит. Друг, уважаемый, дорогой, там я эту посылку прислал. Сходи на почту, проверь, чтобы ничего не случилось. Я говорю, она у меня лежит, не волнуйся. Говорю, как появится время, открою, протещу, напишу отзыв. Не переживай. Так, здесь у нас еще в подарок закинул продавец вот такие наклеечки. Супергероев. Мстители. Ну, приятно. Мелочь, конечно, мусор, но приятно. И здесь у нас находится целая куча... Блин, я даже не знаю, как это назвать на самом деле. Так. Этот целлофанчик отщелестели. И здесь у нас находится вот такая целая куча каких-то различных детских фигнюшек. Смысл таков. Для маленьких-маленьких детей, чтобы обучать их какому-нибудь искусству, моторике или, ну, просто поделки какие-то делать, прилагается вот такого плана картонка с различными рисунками. Здесь находится 20 штук и имеются вот такие мягкие поролоновые наклейки. Здесь основа клейкая. Срываете бумажку, то есть выдавливаете какую-то запчасть, которая подходит вам на риск по рисунку, и приклеиваете ее сюда. Размер картинки, ну, вот, мужскую ладонь, ну, где-то сантиметров, наверное, 12. И здесь, наверное, сантиметров, ну, 17. Ну, приблизительно так. Так, если кому-то будет интересно, спрашивайте в комментариях, я более детально померяю и напишу вам обязательно. Такие вещи у нас стоят, ну, что-то, по-моему, в 4 раза дороже, я прикидывал, когда заказывал эти картинки. Я посмотрел, да, я заказал 20 штук. Изначально думал, что заказывал что-то, по-моему, 8. Оказывается, это просто 8 долларов они стоили за 20 картинок. Ну, я думаю, ребенок будет доволен. Младший ребенок, старшему это даже нельзя отдавать, потому что он за один вечер это все умотает, понаклеивает, понаклеивает, пообклеивает, а потом скажет, ну, ну, так получилось. Так, здесь у нас еще одна большая посылочка. Напоследок решил оставить. Ох, блин, здесь ткань, я ее ножом херакну. Век живи, век учись, дураком помрешь. Надо более аккуратно. Сколько раз себя ловил на мысли, уже резал пару раз какие-то товарочки, не помню, уже давновато было. Вот, попрактиковался вновь. Так, надо проверить целостность. Слофанку я разрезал, а вот саму вещь, ну, вроде бы нет. Как хорошо, что нож не очень острый. Недостаточно острый для разрезания вещей. Так, и здесь у нас находятся вот такие вот спортивные штанишки, женские. Просто какой-то квадратик, смайлик. Нашит. Кармашки. Два сзади кармашка находятся. Резинка достаточно плотненькая. Два шнурка. С металлическими такими стяжками. Внизу манжеты тоже на резиночках. Штаны женские. Потом попрошу жену, померить и покажем обязательно вам. Ну, а так, со старта могу сказать, что материал на ощупь приятный. Нигде никаких супер офигенных косяков я не вижу. Все прошито, все аккуратно. Даже внутренние швы. Ну, это фабричная вещь. Это вряд ли какие-то жесткие там подвальные помещения использовались. Ну, вот ниточка торчит, но она вытаскивается и все, и ничего нет. Ну, мне нравится. И с виду нравится, и по качеству нравится. Эско. Ну, будем мерить, покажем вам. А у нас на сегодня последняя посылочка. Наверное, немножко видео как-то затянулось. Вы уж простите. Так. И вот эту посылочку, конкретно этот товар, ну, может быть, не совсем рисунок тот, но этот товар просил один из моих подписчиков, чтобы я заказал и протестил. Ну, вот, смотри. Она приехала. Ехала, конечно, долговато. В Беларуси вообще достаточно проблематично все с Китая заказывать. Все едет долго. Намного дольше, чем в России или Украину. Но все же она у меня. Вот такая штуковина. Я так понимаю, название ее эквалайзер. Имеется 3М скотч по всему периметру этой штуки. Здесь гнездо для подключения. Вот в углу. И здесь у нас находится, наверное, шлейф, адаптер, ну, или что-нибудь в таком духе. Вот что-то просматривается, чтобы не расхерачить эту вещицу. Ее-то я точно буду аккуратно открывать. Да. Сам вот такой вот шлейф. Если интересно, также пишите в комментариях. Я напишу его размер, длину. А вот и косячок. Смотрите. Вот зарядочка. Уже сломано. Вот тебе, пожалуйста. Упаковано было, в принципе, неплохо. В коробочке, но провод говно. Возможно, его придется перепаивать или что-то в этом духе. Ну, это реально косяк. Продавец мудак. Не позаботился. Так. Кнопочка включения-выключения. Какое-то колесико для регулировки. Здесь гнездо входа. Соответственно, вот это заходит плотненько. И вот этот штырек одевается сюда. Второй штырек одевается в нашу эквалайзерную штуковину. Давайте посмотрим, как это все теперь работает. 10 метров. Субтитры создавал DimaTorzok вот такая получилась у нас распаковка. такой вот обзорчик. Я думаю, что вам обязательно это все понравилось. Поэтому поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Нажмите колокольчик. Ссылочки на товары вы найдете внизу под видео. Ну, что я могу еще сказать? Кэшбэк-сервисом обязательно пользуйтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.